Хочу порекомендовать вам отечественный комикс Человек-Вентилятор. Это супергеройская пародия, продуманная и интересная, с отличным сюжетом и юмором, забавным дизайном персонажей, а также рисунком, выполненном в стиле классических американских комиксов. История имеет уже 5 выпусков и готовится продолжение. Это действительно хорошие и продуманные вещи, я правда считаю, что комикс достоин вашего внимания. Это точно такой же задорный и веселый трэш, как Губка, Боб, Червяк, Джим и так далее. Почему-то многие задают вопросы о том, чем говорит Человек-Вентилятор, и не задают аналогичный вопрос Губке Бобу, попахивая двойными стандартами, не думайте? Спрашивайте комикс в комикс-шопах вашего города. Ссылки на ребят будут в описании. Всем привет, друзья, с вами Дарт, и сегодня у нас на читании геймера, наконец-то, вот такая вот интересная книжечка, которая называется История Нинтендо, часть вторая. Если вы постоянный подписчик моего канала и такой же молодец, как и все остальные, которые не пропускают читание геймера, наверняка помнят, что где-то в начале года выходила первая часть этой книги, которую я обозревал. И еще в комментариях были некоторые споры по поводу качества перевода, по поводу того, что я посмотрел на это очень так скептически, ну, в плане того, что мне было все равно, и я был рад, что эта книга наконец-то вышла на русском языке, в оригинале она была, по-моему, на французском, и, собственно, тут выбирать не приходилось. Оригинал на французском меня не устраивал, поэтому перевод это, в общем-то, для русского геймера шаг вперед, и я не такой вот придирчивый человек, который нахожу там пару-тройку ошибок и сразу начинаю кричать, что это худшая книга на свете, которую я когда-либо видел. И я не такой максималист и просто смотрю на вещи, тем более я сам знаю, что такое трудиться, выпускать всякие книжечки и видео, и порой все мы ошибаемся. Ну да ладно, это все, что называется, так, размышления философские. Вторая часть книги «История Нинтендо», как уже понятной из обложки, посвящена ничего и нового, как Gaming Watch. Это самая, наверное, популярная и первая портативная система от Нинтендо, которая, собственно, положила начало тем портативкам игровым, которых мы знаем сегодня. Геймеры помладше, можно так сказать, если знакомые с Нинтендо ДС, наверняка, глядя на вот эту вот картинку, понимают, что что-то знакомое, да, вот тут два экрана, тут, казалось бы, неужели это какая-то старая ДСочка, да? Ну, типа того. Это старая ДСочка, которая называется Gaming Watch, которая выходила очень-очень давно и одна из ключевых разработок Нинтендо, которая позволила ей получить первенство на рынке игровой индустрии, примерно вот в 80-м году, пока уже не начались настоящие консольные войны Sega. В общем-то, эта книга, казалось бы, просто большой каталог всех вышедших когда-либо продуктов по теме, да? Ну и по большому счету это так и есть. И кто помнит обзор на первую книгу, я, наверное, все-таки ссылочку оставлю в описании, или где-нибудь в комментариях прикреплю, чтобы кому было интересно, посмотрю обзор на первую книгу. Так вот, в основном здесь рассказывается в таком эциклобидическом формате, рассказывается о таких портативах, какие вообще выходили от Нинтендо, под разными именами, в разных регионах, разных типах. Но что мне больше всего понравилось, глядя на оглавнение, можно познакомиться с содержанием книги. И не все так плохо, ребята, это не просто там каталог с описанием. Это действительно история, потому что, глядя, вот, собственно, первая глава со стороны 14 страницы, начинается история Gaming Watch, которая, между прочим, занимает ни много ни мало где-то 44 страниц, если меня не подводят мои скромные познания в математике. Вкратце, Gaming Watch создал человек по имени Гумпей Йокой. Ну, можно так сказать, эта идея пришла ему в голову. Собственно, разработкой занималась внутренняя компания Нинтендо, такой исследовательский отдел. И, собственно, чем он вдохновился? Есть две версии. Первая версия заключается в том, что как-то Гумпей Йокой по дороге из отпуска, из, точнее, рабочей командировки домой на поезде ехал, и увидел, как молодой человек, такой офисный сотрудник, играется в калькулятор. Купил себе только впервые новый калькулятор, и он подумал, что... Ну, с экраном калькулятор. Он подумал, было бы круто, если была бы тоже такая электронная игрушка для взрослых, которая была бы поинтереснее, а не просто игру в циферки. И он поделился этой идеей с Хироси и Маути, который, к счастью, эту идею так воспринял, не стал воспринимать в штыки, ну и, собственно, привлек к работе компанию Sharp, которая тогда занималась экранами. У них тогда экраны были одни из самых качественных и самых доступных. Ну, собственно, так и получилось. С другой стороны, есть и вторая версия этой истории, которая заключается в том, что не все так просто. Сначала у Гумпея кое-просто возникла такая абстрактная идея игрушки, и непонятно было, была бы это электронная игра или нет. И по большому счету, ну, вторая версия, согласно второй версии, отправной точкой к тому, чтобы создали Gaming Watch таким, каким он появился уже в последствии, была вот такая вот игрушка, которая выходила под маркой MacroVision. MicroVision. Вот. Ну, многие говорили, что Гумпея кое, возможно, не стал упоминать вот эту компанию, чтобы это не умаляло его вклад, и, собственно, как-то люди потом не упрекнули, что это всего лишь какой-то плагиат, что первые это были те. Нет. Поэтому в основном я даже сам как-то гуглил, и многие иностранные сайты ссылались как раз на ту историю, что он, когда увидел, что офисный сотрудник игрался с калькулятором, так появилась идея сделать что-то такое же, только чтобы экран был разборчивый, чтобы была какая-то адекватная игра, так и появился Gaming Watch. Собственно, версий тоже несколько. Каждый выберет ту, которая ему наибольше по душе. Ну и вот, в общем-то, об этом статья и рассказывает. В дальнейшем рассказываются все этапы разработки, какие были концепты дизайнов по поводу названия. Game & Watch. Казалось бы, что это такое? Типа, игра и смотри, да? Ну, гейм это же игра, а не игра. Это я так в шутку. Собственно, игра и часы. Изначально президент Нинтендо не хотел, чтобы функция часов присутствовала в Game & Watch, потому что в Японии есть налог на роскошь, так называемую. И в эту роскошь также входили часы. То есть, например, функция часов, если бы присутствовала в игрушке, они бы платили дополнительный налог, что отразилось бы на заработке компании. Но в конечном итоге кому-то из Нинтендо удалось договориться с властями, что часы это далеко не основная функция, а просто фишка игрушки. Ну, в общем-то, такими вот путями удалось этого налога избежать или как-то сократить. Я уже подробности прям так не помню. Таким образом, все-таки часы вошли в базовую функцию Game & Watch. И, собственно, сам Хироси Ямаути придумал это название. Game & Watch. Собственно, концепт это был игрушки для взрослых. Представьте, да, вот игрушки для взрослых. Наверное, в основном в России есть такой стереотип, ну, еще со времен Dendy, да, когда у нас появилось, что игрушки для детей. Возьмите, например, тот же клон электроника. В основном дети-то играли, хотя, конечно, у меня мама очень тоже любила играть в этого яйцелова. Ну, как-то принято было, что детские игрушки, детские игрушки. Но, однако, Nintendo уже тогда разрабатывала портативную систему. В основном рассчитывала на аудитории постарше тоже. Хотя, тяжело было представить, что эта консоль получит успех, потому что тогда был тренд на крупные игрушки. Такие, казалось, высокотехнологичные. И, наоборот, портативка, электроника, вот это все, это было очень по большим сомнениям, что вообще выстрелили это или нет, но выстрелила. В дальнейшем книга знакомит нас с различными вариациями, какие были модели Game & Watch. Я посмотрел, я просто ахнул. Оказывается, я знал всего лишь несколько единиц. Вот у меня тоже была такая штука. Естественно, не Game & Watch, но наш российский вариант вот с этим осьминогом. Давным-давно как-то играл у кого-то, был из знакомых. Помню смутный, но достаточно помню. Папай. Не помню, был ли у меня Папай. Скорее всего, нет. Это я уже где-то потом видел. Ну, понятно, что это уже вряд ли. Вот, кстати, скажите, в России было вообще Папай? Скорее всего, нет. Я лично так отчетливо не помню, чтобы я его в руках держал, но в интернете частенько. Ну, и, естественно, Super Mario Bros. Это популярная серия, в которой появился на Game & Watch. Он появился, собственно, и был весьма популярен. Но, наверное, самая-самая-самая популярная игрушка. Кстати, понятно, что Balloon Fight. Многие тайтлы, которых мы уже знаем с Famicom, они уже, как бы, вполне спокойно присутствовали в Game & Watch. Это для многих, наверное, станет таким большим откровением, чем, собственно, эта книга может и порадовать. Но еще одно из достижений, связанных с историей Game & Watch, связано в том, что у нее была крестовина. Этот дипед, который мы знаем сейчас, да, это обычная крестовина геймпада. И концепт этой крестовины был разработан, собственно, специально для Game & Watch. Что, собственно, вот очень круто. Вот, например, в Game & Watch уже мы видим тот самый дипед, пресловутую крестовину. Впервые, вроде как, она появилась в Donkey Kong. Далее книга нас знакомит с различными вариациями Game & Watch, не просто с широкоэкранными, вот такого типа, да, с двумя экранами. По типу, как у нас, вот, была, типа, вот, электроника, только с Mario. Нет, тут было разновидности просто тонно. Я такой вообще не видел. Я помню, как ты делал обзор на игру, когда я еще сказал там, типа, это, гопники, новость над Энди. Как-то я уже не помню это название. Когда ты делаешь два обзора в неделю, сложно сориентироваться, что ты делал год назад. Так вот, впервые вот эта игра была именно вот на Game & Watch System. Примерно вот такой вот. Вот, это я видел сам в Ютубе, как эта штука играется. Серийные номера Game & Watch. Вот эта уже информация полезна для коллекционеров. Она знакомит с порядком. Вот, хорошая, вот здесь хорошая каталогизация, какие были модели, насколько они редки, сколько они примерно стоили. Также тут показываются вариации, не выпущенные не только от самой Nintendo, но и самые древние, ранние, которые еще выходили с силами-дистрибьюторами других фирм в других странах. Например, в США, в Бельгии, в Германии. Я вообще таких не видел никогда. Ну и, собственно, наследие Game & Watch. Что такое наследие Game & Watch? Game & Watch оставил нам замечательные просто консоли. Game Boy, Game Boy Color, да даже вот ту же DS, которую мы упоминали в начале обзора. Это тоже большое-большое наследие Game & Watch. Поэтому спасибо компании Nintendo, что подарила нам такой вот замечательный Game & Watch. Что можно сказать о книге? Естественно, те, кто интересуется Nintendo, интересуется историей игровой индустрии, связанной с компанией, обязательно покупайте. Потому что книга недорогая, она стоит меньше тысячи рублей, но при этом куча иллюстраций и информации. Конечно, здесь художественной составляющей очень мало. Примерно первые 50 страниц. Дальше идёт перечисление, так сказать, сухих фактов, энциклобедических фактов. Но всё равно после этой книги в голове чёткий порядок того, какие были консоли, как они появились, когда и из-за чего. Поэтому я считаю, что эта книга интересна и полезна тем, кто считает себя ретро-геймером и ценит историю Nintendo и тех консолей, которых она подарила. И я очень рад, что я её купил, теперь показал её вам. И мне много спрашивали, когда ты сделаешь обзор на эту книгу. Например, Елена из Инстаграма, если ты смотришь, привет тебе. Вот, собственно, ты уже его смотришь, хотя ты не верила. Ты уже сказала, что ты раньше меня всё-таки прочитаешь и не будешь больше ждать. Видишь? Я тебя опередил, как я и говорил. Так вот, если у вас уже есть эта книга, пишите в комментариях, интересно она вам, понравилась ли она вам, ждёте ли вы третья часть. А ведь как раз третья часть, смотрите, я не могу не поделиться. Третья часть уже Famicom NES. Это будет просто святая книга о создании, как появился Famicom. Это 8-битная консоль, которая, собственно, и стала Dendy у нас в России. Ведь всё-таки Game & Watch мы знаем только по электронике, а Dendy, Famicom, наше всё. Я даже четвёртую книгу не жду, как третью, потому что третью я куплю за любые деньги. И вы прям вот посмотрите уже этот выпуск, прям за этим же столом, прям на этом же фоне. Но только будет третья часть, это я вам обещаю. Так что обязательно ставьте лайк, чтобы это случилось. Обязательно, чтобы я был рад и доволен, и счастлив, и вообще просто в дальнейшем выпускал такие вот хорошие, интересные ролики. Пишите в комментариях по поводу этой книжки, про какие книги журнал ещё стоит рассказать в следующих выпусках Читальные Геймеры. И увидимся уже скоро. Всем пока!